Приветствую всех, я в школе Джобс, меня зовут Достан и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм, который называется Красотка или Pretty Woman Но перед просмотром я бы хотел вам посоветовать мой второй канал, который называется Достан Джобс Пожалуйста, если вам интересны подкасты и ежедневные влоги, обязательно заходите, смотрите, если вам понравится, подписывайтесь А мы приступаем к просмотру нашего видео Допускать, предполагать Родственник Соответствующий, подходящий, уместно Сегодня вечером Оказать услугу Родственник 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 Трёж-На Родственник Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но сейчас мистер Льюис наш особый клиент. И мы хотели бы думать о наших особых клиентах, как о друзьях. Now, as a customer, we would expect Mr. Lewis to sign in any additional guests. Как клиент, мы ожидали, что мистер Льюис зарегистрирует гостей дополнительно. But, as a friend, we're willing to overlook it. Но как друзья, мы охотно проигнорируем это. A customer. Клиент. Покупатель. Mr. Lewis, however, is a very special customer. Mr. Lewis – наш особый клиент. To sign in. Зарегистрироваться. Наверное, вы часто видите эту надпись в социальных сетях. Now, as a customer, we would expect Mr. Lewis to sign in any additional guests. Как клиент, мы ожидали, что мистер Льюис зарегистрирует гостей дополнительно. Willing. Готовый делать что-либо. Охотно делающий что-либо. Есть также глагол to will. Желать, хотеть. И слово to overlook. Не обращать внимания. Не придавать значения. Теперь предложение полностью. But, as a friend, we're willing to overlook it. Но как друзья, мы охотно проигнорируем это. Теперь я предполагаю, что вы его родственница. Да, я так и думал. Then you must be his... Тогда вы должны быть его... Низ? Племянница? Of course. Конечно. To assume. Допускать. Предполагать. И relative. Родственник. Now, I'm assuming that you are a relative. Теперь я предполагаю, что вы родственница. Это предложение во времени Present Continuous. Итак, Present Continuous tense используется, когда говорится о действии, которое выполняется сейчас, в момент речи или около периода времени. Окей, поехали дальше. Naturally, when Mr. Lewis leaves, I won't see you in this hotel again. Естественно, когда Mr. Lewis покинет гостиницу, я не увижу вас в отеле опять. I assume you have no other uncles here. Я предполагаю, что у вас больше нет других дядей здесь. Good. Хорошо. Then we understand each other. Тогда мы понимаем друг друга. I would also encourage you to dress a little more appropriately. That would be all. No, that's not all. I tried to go get a dress on Rodeo Drive today. And the women wouldn't help me. And I have all this money now. And no dress. I would also encourage you to dress a little more appropriately. Я бы также посоветовал вам одеться немного более соответствующе. That'll be all. На этом всё. No, that's not all. Нет, не всё. That's what I was trying to do. Это то, что я пыталась сделать. I tried to go get a dress on Rodeo Drive today. And the women wouldn't help me. Я пыталась купить платье на Rodeo Drive сегодня. Но женщины не помогли мне. And I have all this money now. And no dress. У меня есть все эти деньги. И нет платья. To encourage. Поощрять. Поддерживать. Но в данном эпизоде употребляется значение советовать. Предложить. To dress. Одеться. И appropriately. Соответствующее. Подходящее. Уместно. Полностью предложение будет. I would also encourage you to dress a little more appropriately. Я бы также посоветовал вам одеться немного более соответствующе. На что он отвечает. I tried to go get a dress on Rodeo Drive today. And the women wouldn't help me. To get a dress. Купить. Приобрести платье. Как мы знаем, dress – это платье. А когда добавляется get, получается выражение «приобретать платье». Я пыталась купить платье на Rodeo Drive сегодня. I tried to go get a dress on Rodeo Drive today. Not that I expect you to help me, but I have all of this. Okay? I have to buy a dress for dinner tonight. And nobody will help me. Not that I expect you to help me, but I have all of this. Okay? Не то чтобы я жду, что вы поможете мне. Но у меня есть все это. Правильно? I have to buy a dress for dinner tonight. Я должна купить платье для сегодняшнего вечера. And nobody will help me. И никто мне не поможет. Tonight. Сегодня вечером. I have to buy a dress for dinner tonight. Я должна купить платье для сегодняшнего вечера. Oh, man. If you were calling the cops. Yeah, call the cops. That's great. Tell them I said hi. Women's clothing. Bridget, please. Чаще всего используется в разговорном английском. То есть является аналогом нашего мента или у французов фараонов. Oh, man. If you're calling the cops. Oh, парень. Ты звонишь копом. Полицейским. Yes, Bridget, hello. This is Barnard Thompson here at the Regent Beverly Will. Thank you. Yes, but I'd like you to do a favor for me, please. I'm sending someone over. I'm sending someone over. Я пришлю к вам девушку. Her name is Vivian. Её зовут Vivian. She's a special guest. Она особый гость. She's the niece of a very special guest. Она племянница нашего особого гостя. To send over. Пересылать. Посылать. Кого-либо, что-либо в другое место. Он говорит, что пришлёт к ним девушку. I'm sending someone over. Слово a niece – племянница. Разговорная речь имеет значение любовница. И я думаю, что они в курсе, что она не племянница вовсе. Но это уже не важно. Давайте ещё раз повторим. She's the niece of a very special guest. Она племянница нашего особого гостя. Спасибо, что смотрели это видео. И обязательно скажите большое спасибо Джанне. Она помогала мне снимать видео сегодня. Увидимся в следующих видео. Обязательно подписывайтесь, если вам это было интересно. Делитесь видео с друзьями и всё в этом прочее.